доброе утро у нас наконец дожди прекратились погода великолепная но сегодня мой день будет омрачен тем чем я должна была давным давно заняться сейчас погода позволяет то сегодня будет день борьбы с зеленой биомассой то бишь покос пошел в кадр красавица помощничка нет представьте какая кругом красота хрустальный воздух тишина ручеек журчит а мне сейчас предстоит все это великолепие нарушить за новыми звуками вот именно поэтому какая лягушка громадная именно поэтому я бензокосу то не очень-то и люблю хотя в моих условиях деваться тупо некуда просто мы с ознакомились 10 лет назад я очень люблю холю лелею уважаю делаю длинные полосы чтобы она не перегревалась но у меня же стали возникать на участке когда его стало серьезно осваивать дорожки из камушков ну литовкой тут конечно не покосишь опять же грядочки в этом году уже нормальные стационарные клумбочки насаждение получился вариант на косе выкосе ну честно говоря я очень скучаю иногда по литовке свои паскона домотканной который мне осталось еще как и пара других кос а за счет старой хозяйки дома ведь маши наградовый я очень люблю такой косой косить вот вчера после леса когда дождь ненадолго совсем ненадолго прекратился мне довелось даже парковку выкосить тишина благодать только легкий скрежет учет загораете что ли а ну правильно сбежали участка чтобы не слышать косы ну вот вчера я тут прошла получила удовольствие некий на участок я естественно тоже кашу литовкой потому что там еще дорожки никакие не образовались ничего не посажено практически но великолепная вещь тихо спокойно не плюется а кроме того великолепно развиваются косые мышцы живота то бишь талия формируется а иначе я тут давно жирком заросла хотя впрочем при моем ритме жизни это не очень-то грозит но вот заранее все по вытаскивала потому что сейчас закончу приступлю вот почувствуйте разницу моя красотка эхо и конечно очень-очень люблю и уважаю правда пришлось вот эту сбрую перестраивать на свой рост 158 на меня это явно не было рассчитано но вот моя литовочка косу раньше в деревне называли кормилицей рукоятку мне пришлось уже делать самой и надо ее будет перематывать гнется на из ивы ну лучше его для этого брать весной когда дерево достаточно гибко и и надо вываривать сгибать вот я попыталась поскольку старая рукоятку уже полностью стала негадна что есть то есть точить косу я умею а вот отбивать нет а научила меня одна из уже ушедших бабушек из этой деревне тетя нюра потому что скотину то раньше держали все и кстати на стриме совершенно починить об этом не рассказывала потому что не успела я до сих пор под впечатлением этого есть вот и собственно любые руки в поле были нужны поэтому меня обучили и естественно я принимал участие в покусе а также сушки сена копнание это было весело ну вот это вот амуниция как говорят говорят древние троянцы дареному коню не в зубы смотрят естественно я сняла пластик но сам по себе защитный экран какой-то мутноватый к тому же когда прохладно маска постоянно запотевает вот взяла дрель и прокрутила целый ряд отверстий стало гораздо легче но в поозу приходится собой таскать кусочек ткани и протирать защиту потому что через нее уже через некоторое время уже ничего практически не видно а вот это вот экспонат из моего музея недаром рядом лежит брусок ведь косили то пороси не случайно но во первых не жарко во вторых еще не вылетели слепни а кроме того брусок необходим чтобы затачивать лезвие так вот он должен быть все время влажным и когда люди задерживались на поле то на пояс одевали вот такое приспособление в него наливалась вода и туда ставился брусок носили все это на поясе ну а чтобы не мешало а естественно могли повесить на дерево или на куст рядом с местом где косили выкашено у нас раньше было все и никаких вариантов весеннего пала возникнуть вообще не могло по той причине что боролись за каждый клочок травы кормите скотину надо так вот самое интересное действие начиналось деревне когда начинали делить так называемые паи но вы понимаете что трава повсюду разные где погуще где похуже где кальвера где слишком много зверобоя а кстати на его влияние на животных как пища мы еще поговорим потому что зверобой ведь недаром зверобоем называется так вот народ естественно был чертовски заинтересован в том что паи оказывались получше с более сочной таровой более высокой густой так вот еще одна вариация русской рулетки страсти разыгрывались неимоверные ну и по утрам вся деревня выходила на покос стоило показаться малейшей тучки скошенную траву быстренько бежали копнать с вилами с граблями кстати грабли в деревне используется деревянные они гораздо легче и практически нежные металлические ну попробую вот такой папаши с тяжеленными граблями так что раньше тут во время покоса было весело и это было основным занятием летом да кстати я хотела пока не забыла показать одну штучку простенькую очень часто разгораются страсти когда кто-то косит на участке и скажет какое-то растение вот это мажорский орех два маленьких куська ника привезла в прошлом году и вроде бы он великолепно укоренился но чтобы его не скосить я просто беру кусочек пластика это уже грязная дождя разрезаешь любую пластиковую бутылку и просто-напросто ставишь вокруг стебля растению это не мешает а вот чиркнуть по леской гораздо меньше шансов так примите на заметку может не знал кому-то пригодится ну что ж нас ждут великие дела всем хорошего дня всего наилучшего а я пошла косить